Поваров на игру в кино. 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 Николай Николаевич, секретарь Плюш. Значит, уточнить по технической части сначала. Видно у свидетелей? Теперь опять не видно. Уезжай в камеру. Почему видны свидетели? Свидетели видно, да? Да. Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, кто явился в студентном беседании? Сейчас, звук, сейчас он выжил. Можно поговорить? Нас слышно? Да, теперь слышно. В судебное заседание явилась Шарова и Гимна Фёдоровна. Личность установлена? Личность установлена. Паспорт представлен. Великобритании в Великом Новгороде, в городе Кульваре, в углублении города 4,566 квартира. Отмет представлен. Хорошо, спасибо. Итак, переходим к допросу свидетеля. Ирина Фёдоровна, вы приглашены в качестве свидетеля для допроса по гражданскому делу по заявлению. Слышно нас? По заявлению прокурора Тверской области о признании факта геноцида, совершенного негенско-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Тверской области. Слышите? Скажите, пожалуйста, вы знакомы с кем-либо из сторон, которые участвуют в деле? Это прокурор Тверской области и правительство Тверской области. Знакомы ли вы с кем-либо? Состоители в каких-то отношениях? Родственных, служебных и так далее? Не слышно? Очень тихо разговаривает сама посидеть. Сказала нет, не знаю. Хорошо, может микрофон? Микрофон придам, микрофон. Микрофон, говорите, пожалуйста. Не обращаются. Повторите. 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 Анатолий Михайлович, я могу подсюда. Повторите. А мне я слышно? Не слышно. Не слышно. В соответствии с правилами суд вас должен предупредить об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачи заведомо ложных показаний и разъяснять вам право не свидетельствовать против себя супруга близких родственников. Попросим отобрать у вас расписку в суд, который обеспечивает нам видеоконферен связь. Попросим отобрать у вас расписку. Ирина Федоровна, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в период оккупации Калининской области немецко-фашистскими захватчиками вы где проживали и с кем проживали? Я, конечно, была в городе Ржеве, в Калининской области, раньше на Калининской области, вместе с родителями и еще братьями и сестрами. Всего было детей, семь человек. Вот вам не могу не пытаться. Ирина Федоровна, а сколько вам лет было, когда оккупировали немцы в городе Ржев? Было шесть лет, когда началась война. Ирина Федоровна, а что вы можете рассказать в суду о тех событиях, которые происходили в городе Ржеве, когда немцы его оккупировали? Чуть-чуть поближе к микрофону, чтобы вас лучше было слышно. Да, а что было? Самое. Мы уже поняли, что, знаете, у нас даже проживали, приходили. И вот все, что было, что-нибудь приготовлено, если у нас периодически, мы поемли от двух, для меня от двух месяцев, конечно. Так что, и вот самая старшая была, что не сидела. Да, все было, да. Честь, два года. Мы приходили и отбирались на теле, когда мы узнавали, что мы готовы, мы уже отбирали, потому что нравится, но не нравится. То есть еду все забирали, да, у детей? Да, ну, даже не гирали. А ну, даже не было иногда, что вот... А с вами, ну, там очень сложно было такое... Знаете, придете, и этого... Съезда он будет. Придет и спрашивает, что-то свое, что мы с собой взяли, мы это... А как они относились к жителям Ржева, к другим мирным жителям, которые во Ржеве проживали? Он сразу взлетел. Ученики и банки были, что они его захородили, когда он сидел на столе, когда он сидел на столе, когда он сидел на столе, когда он сидел на столе. Ирина Федоровна, если есть возможность, чуть-чуть погромче, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, говорите. Микрофон поближе. Мать пошла за творение телевизора. Очень-очень она. Какую-то минуту она попала в сценарий. А потом приходили. Ирина Федоровна. Приходили и сидели. Весни отели, что вы еще отдали. Подождите. Ирина Федоровна. Весни отеля, которые были в последствии. Ирина Федоровна. Ирина Федоровна. Ирина Федоровна, а сколько времени вы находились в оккупации в Оржеве, что происходило на период времени? Два года. Ирина Федоровна, а сколько времени вы находились в оккупации в Оржеве, что происходило в оккупации в Оржеве, что происходило в оккупации в Оржеве, Ирина Федоровна, а какой-то из ваших родственников погиб в оккупации в Оржеве? Братья и сестры? Братья и сестры? Ну знаете, связано с войной, погиб в этом, брат попал в король ЖВД. Нет, именно во время оккупации, где вы жили в Оржеве? Да, именно в оккупации, если вы жили в Оржеве. А во время оккупации, мы говорим, что вдвоем не брать. Пяти лет по-моему. Мы говорим, что мы не брать. Мы не брать. Уезжали. Пять лет по-моему. 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 А ваши братья и сестры? Вы сказали, что у вас было семь человек детей. Ваши родители. Пережили оккупацию? А чего только еще один мальчик. Он тоже. И братьев. Десять лет. Соседа разрешала снаряд. На речке. По-моему. Пять лет по-моему. Попали. А сколько часов в артеке? Держи. Ирина Федоровна, а вот окончание оккупации, перед освободением города Ржева. Вот какие были события? В носках. чьи? Продолжение следует. Вот знаете, у вас несколько раз, у тебя пытались собрать, Держи. Где вас пытались подрать? Чтобы борьбы с целью собирать, чтобы борьбы с целью собирать. Здравствуйте! Да! Отчетей до сына. Радоческие цели. Целят. Скорой. Уви цикли. Мы собирались нас обстирать. Не, это Камон, Александр сказал. Мы не раз об этом пытались. Последний раз уже такое было, что мы на главной улице найдем вместе со своим сердцем. И отпускали нас. Пускали. Мать едила со своим сердцем. Идти были домой. А потом, последний раз уже никакие. Все разные. В последний раз были такие все. Никакого, ничего этого важного. Не отпустили никого. Забрали всех. Закрыли на цепи. И вот уже подготовлены были. Уже заложены там были лени. Они собрались взорвать это цепь. Зорвали туда все, чтобы было вместе. Я помню, двухсуточных человек. И вот там дети, и дети, и дети, и дети, и женщины. И двое суток. Тихо. Ну, тихо было сорвать. У него и папа летают. Ребята за постарше. Ирина Пёдоровна. Ирина Пёдоровна, можно уточнить. Вы сказали, что всех жителей собрали в церкви. Закрыли двери. Да? А для чего все осталось? Для чего еще раз скажите? Что осталось там? Город, все жители, что остались жилее. Не собирались взорвать. В общем, вы уничтожили себе. Уничтожили себе. Остались жители. Церкви. И сколько вы пробыли в этой запертой церкви все жители? Ну, это будет жилье. Вот на фантазии, у тебя там приедет. Мы слышали, что какой-то звон этих теплей. Ну, вот. Мы слышали, где мы подобрались все. Ну, вот. Мы слышали, что у этого голоса знакомы. Русские изговорки. Ну, то они стали печальными всего этого. Этого, что это наше, в кроте. Ну, вот. И она, как мы перезначили. Мы выпустили всех. Нас выпустили всех. Ну, вот. Могу поднимать. Ну, недалеко. Наверное, мы не выпустили. Да, я практически так. Четыре. Ирина Кутровна, то есть всех освободила подошедшая Красная Армия? Да, да, да. Не успели взорвать Церковь, потому что освободили город и наши войска, правильно? Да, да. Наши войска. Она нас освободила. Мы больше не ели. А вот Вы говорите, что в Церкви собрали жителей около двухсот человек. Это все жители, которые оставались в городе? Да. Которые, да. Которые не смогли убирать. Которые, что чего. Всех, 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 всех. Живые были. Всех, всех собрали жителей. А кто это был в основном? Взрослые, дети, старики, женщины. Все мы, взрослые, дети, старики, женщины. Все мы, как вы знаете, в воде сюда, на лавках, на сюда приходили. И без воды, как говорится, без клетки, без клетки, без всего. То есть двое суток без воды, без еды находились, да, в этой Церкви? Да. Двое суток. И эти сутки, как раз, как восхватили. Вот. Я поднялась. Действовать. Старшие люди, как говорили, в нашем школе. Наден, оставался в середине лице. Остальные, что вы же были, раскрыты. Вот. А это... Малька не знала, когда мы еще на главном улице, да, на улице. Не знал, что, когда мы все-то догорали. Вот. Ну, она, вот, безчувствовала. Куда идти, надо сказать, в нашем теле. Там разместились на денёк, я смотрю, в офигенно пришли этого. Сказали, здесь это не расположено, где-то там расположено. У нас ещё в другом месте нашли там тоже знакомые уже, но там ещё не было. Хорошо, прокурору ещё ещё вопрос. Ирина Фёдоровна, можно вопрос спросить? Вы говорите, что когда вас всех в церковь поместили, город практически был разрушен, город Ржев. А вот где вы жили вот эти два года до того, как вас в церковь всех поместили? У нас дом был рабочий, дом был рабочий. Мы сейчас молились в церкви. О, отец, молились в церкви, все дети за собой. Игорь Михайлович, можно спросить? Хотите немножко раскомментировать, что свидетель говорит плохо? Очень слышно. Игорь Михайлович, он сохранился. Ирина Фёдоровна, а вы церковь поместили? И ваши родители, и ваши братья и сёстры вместе с вами там находились? Все вместе находились, всё это, знаете, просто жалко, какие-то скамейки, вот все это всё. А то было главное, кто мог на каких-то этих классах посвестились. Мы, конечно, старались так, чтобы свои усилия помещались ближе к турболу. Наверное, я специально ждала. Я говорю, потом в том-то ведь зашли. А это, в принципе, другое. То есть ваш дом сожгли тоже перед уходом, да, получается? Да, перед уходом мне все сожгли её, чтобы ничего у меня осталось. Но никуда, никуда отливаться. Вот как так же, по другим моим, значит, дом у меня этим начали. Там, как вот, сказал, мужчина приехал в сфрунтер, без напитника. Я там, сейчас, ко мне скоро приедет сестра. Вам придёте искать моё место. А где искать место? У нас была землянка. Вот в Оренте, в огороде, где был дом наш. И маленькая, маленькая деревянная. И вот мы разместились там. Пока отец начался работать на железные дороги, и там не помогали, что кирпичом или диком. Это строят материалы, какие-то, какие-то, маленькие. Маленькую, маленькую, куда-то добавить кирпичную, но там не было такое, что делать построить. Хорошо, Ирина Михайловна, спасибо большое. У правительства есть вопросы к свидетелю? Спасибо, что пришли и дали нам показания. Игорь Михайлович, спасибо. Видеоконтрольная сессия. Пожалуйста, расписку нам пришлите. Далее. У правительства явка специалиста обеспечена? Алексей Евгеньевич. Алексей Евгеньевич, пожалуйста, выходите за трибуну. Давайте перерывайте по документу. Для такого назовите Вашу фамилию на общество, и где работаете Ваши полосы? Третьяков Алексей Евгеньевич, ЗУС и специалисты общественной палаты группы. Алексей Евгеньевич, Вы приглашены в качестве специалиста, разъясняются Вам права специалиста, что специалисты обязаны длиться в суд, и ответить на восставление перед ним вопроса, дайте правдивое пояснение относительно тех свидетелей, которыми специалисты располагают, исходя из своих профессиональных знаний. Понятно? Да, вы приглашены. Вы можете задержаться в качестве специалистов. Алексей Евгеньевич, скажите, пожалуйста, о подпольном комсомольском молодежном и птицинском движении в общей В месяц оккупации города Калинина в городе действовало подпольное комсомольское молодежное движение, основой которой были несовершеннолетние граждане города Калинина. Имели ученики общевразовательных школ номер 12, номер 16 и номер 6 города Калинина. Все ребята входили в состав так называемых групп Николая Нефилова и Константина Гелетеева. По указанию партийной организации в связи с приближением немцев к Калинину в комнатах комсомолок провели работу по созданию подполья. В числе оставленных для развертывания подпольной работы это были как раз таки комсомольцы Нефилов и Елисеев, оба жители города Калинина. Им удалось создать группы в оккупированном Калинине около 60 человек. В основном это были несовершеннолетние ученики высшей образночной школы. У группы Нефилова и у группы Елисеева были две разные задачи. У Нефилова задача была основная это проведение диверсий. В эту группу вошли такие ребята как Виттер Пылайф, Федор Хохлов и Борис Полев. Они все трое были учениками 13-й средней школы города Калинина. На первых их акциях у них не было ни оружия, ни боеприпасов. Отсутствовал опыт проведения боевых операций. Оружие им пришлось добывать из немецких складов. Группа занималась тем, что вступала в перестрелки с вражескими патрулями на улицах Володарского, Урийского, Красноармейской, Бакжанова. Были ими подорваны несколько машин, емкости с топливом. Сожжен склад с теплой одеждой для немецкой армии. Подорван дорожный мост в перемерках. Уничтожена немецкая легкая техника. С 7 ноября в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции ребята, рискуя жизнью, подняли красный флаг на перекрестке улицы Трукслянской и улицы Новотошка на крыше этого дома. С 15 по 16 декабря, когда части Красной армии входили в Калинин, солдаты вермахта перед ними ставила задача сжечь, уничтожить как можно больше жилого фонда города, в том числе и госпитали, и больницы. Именно эти ребята противостояли другим солдат вермахта, которые пришли поджигать городскую больницу номер 2 на улице Советской. И несколько часов имеющимся в арсенале оружием удерживали это здание до прихода частей Красной армии в этот район города. Группа Константина Елисеева II, у них задача была ввести разведывательные данные, чем они занимались, и передавали в разведотдел Калининского фронта. Сведения передавались через связных разведчиков, пребывающих в городе через деление фронта. И это также были, связными были также ребята несовершеннолетние из 16 школы, прежде всего. В ноябре 1941 года, когда стал вопрос о том, что неминуемо начинается наступление Красной армии для освобождения Калинина, перед группами Федоров была поставлена задача о возможности перехода частей Красной армии, в том числе техники, через Волгу. Ноябрь 1941 года, 7 ноября 1941 года были достаточно теплыми днями, и нужно было понять, где могут пройти люди и техники. Поэтому ребята должны были выходить на лед Волги и в указанных местах просто проверять лед на прочность. Во время этой акции они были замечены немецкими патрулями, которые открыли по ним огонь. Ребятам удалось скрыться, и они тогда приняли решение из постельного белья делать маскировочные халаты для того, чтобы повторить эту акцию. Они собрались на квартире одного из участников группы, которая находилась в поле нашей исторической набережной Степана Райзена. И в это время они были схвачены гестапо по доносу соседей. Соседи были испуганы тем, что из окон, за что или иным окон, виден свет, и побоялись нарушить ее свет на маскировке для того, чтобы советская авиация, которая периодически бомбила город, не попала бы в любой дом. Один из учеников, Павлов, удалось бежать, остальные были схвачены. После жестоких пыток была расстреляна мать мальчика Жени Карпова, которая прожила в этой квартире. В доме номер 25 на улице Крулова, в подвале немецкой комендатуры или гестапо, погибли комсомольцы Лугунов, Иванов, Карпов, Инзер. В предварительном расследовании было установлено, что, как я и говорил, в ранее доносы написали соседи, которые впоследствии были арестованы органами МКВД. И 5 января, уже 1942 года, после освобождения Калинина, во дворе дома номер 25, по улице Крылова, в развалинах сожженного дома, в погребах сараев и в подлавах здания были обнаружены трупы 10 мужчин и 3 женщин. Эти погреба были забросаны дрыбными и камнями, само здание было подожжено в целях сокрытия цветов преступления. Найденные трупы были до неузнаваемости изродованы. При тщательном осмотре трупов в присутствии субметр-эскортизы было установлено, что женщины и часть мужчин были задушены. У всех трупов раздроблены нижние и верхние челюсти тупыми предметами. На кожных покровах грудных клеток обнаружена рама, нанесенная с дролирующим предметом. Перелом грудных клеток, у пяти человек выплаты глаза, у всех трех женщин присутствуют признаки изнасилования, у четырех мужчин были связаны руки электрическими проводами. У четырех человек были обнаружены документы, удостоверяющие их личности. Из тринадцати человек, которые обнаружены были в подваре гестапо на улице Крылова, установлены были следующие лица. Это Иванов Юрий Васильевич, 25-го года рождения, ученик 10-го класса, 22-й средней школы. 22-я средняя школа – это сейчас 16-я школа города Калинин. Член Глок РСМ проживал по кооперативному переулку, дом 22-й, друг 8. Глобунов Евгений Иванович, 24-го года рождения, ученик 9-го класса, 16-й средней школы. Член Глок РСМ проживал по улице Пугачева, дом 28, квартира 7. Трятин Сергей Давыдович, 1888-го года рождения, рабочий, беспортийный, пожарный, дом 32-й, елкина Мария Прокофьевна, заведующая столовая одной из фабрик, которая участвует бумажного треста, общественница, член КПБ, проживала во дворе, в фабрике Паралентрака, дом 14, квартира 75. И Екатерина Миловна, 50-летний, член КПБ, с 20-го года плодовщинка и кафе на Советскую улицу. Также позже уже было опознанно еще несколько человек. Было установлено, что среди замочных людей были школьники 16-й и 12-й школ Калинина, Евгений Карпов и Евгений Инзер. Далее, в доме номер 17, на улице Софьи Перовская, здание, где располагалась во время оккупации полевая жандармерия, после освобождения города были найдены окуданы тела Бориса Полева, Сергея Васильева, Нинеля Пускова, Геннадия Артемьев. Это все ученики 9-10-х классов вышеобозначенных школ, входивших в группу Нефедоров. Еще десятки людей в доме номер 17, на Софьи Перовской, так и не были опознаны по причине их невыгноваемости от пыта. В Первомайском поселке, в трех ямах, нашли трупы 67 зверски замочных людей. Среди них была Антонина Шпарина, бывшая работница отделочной фабрики пролетарка, также являющаяся участницей подпольного движения. Хотелось бы сказать, что таких бывших девушек в карьере было достаточно много. Мужественные, отважные патриоты рискуют своими жизнями и стали на защиту своего города, своей малой родины. Это не какие-то скрытые тайные факты, это достаточно известная история. В 2010 году, в день освобождения Калинина, на набережной Степана Разина, в Твери, по инициативе учащихся 16-й школы и ветеранов общественной организации, были установлены невероятная доска в память героев-подпольщиков. В 16-й школе, надо сказать, что есть небольшой музей, посвященный ученикам школы, которые проходили в Твери, по инициативе, по инициативе. Также есть определенный материал в среднем школе номер 12 на эту тему. Данные, которые я приводил, они основаны на справке начальника следственного отдела Боинского управления народного комиссара внутреннего отдела Калининской области, старшего лейтенанта безопасности Выжикова от 10 января 1942 года. И, кучу этой справки, я хочу передать все, что я ищусь, как я это делаю. Слушайте. Представляете, в истинном виде, вверху, 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 вверху. Начальника СПО МКВД по Калининской области. 10 января. Обсуждается возможность приобщения к материалам дела, изложенных в письменном виде, сведения, которые сообщил специалист, и в каждой справке. Продолжаем. Суд определил приобщение к материалам дела, в письменном виде, доклад специалиста, и справку, в котором присылался специалист. Еще есть какие-то вопросы специалисты? Есть истинные. У нас, пожалуйста. О... Раду... Скажите, пожалуйста, Петя Юрьевич, ну, наверное, у вас источников информации больше, чем только лишь эта справка, которую вы уже представили. Откуда вот известны вот эти сведения, мы достаточно подробно рассказали о группах учащихся, спортированных по этим направлениям. Какие-то еще есть источники? Ну, да, конечно. После освобождения Калинина, вот эти тематики, как я уже сказал, занимались ребята и упоробства 12-й и 16-й школы. И, так сказать, вот в 12-й школе, вообще, по-моему, в 60-е годы был создан и разработан некий такой вот патриотический маршрут для участников школ по местам действия этой группы Юрьевича Юрьевича. В том плане, что часть, большая соединительная группа была учениками 12-й школы. Там приложены фотографии домов, где находились фотоспольщики, места, где действовали, где они действовали, места, дома, где они были замучены. В общем, такая вот работа на общественных началах проводилась в одной и в другой школах. Более того, когда были живы ветераны войны, выпускники школы, например, школы номер 12, которые, выпускники школы номер 12 41-го года, периодически до момента их ухода из жизни проводились такие встречи. И, собственно говоря, много стало известно, определенные факты стали известны из рассказов этих людей, которые сами в какой-то степени были причастны к этому. Сам Константин Нефюдов, он пережил войну, жил в Калинине и умер в 47-м году от болезни. Поэтому было определенное время для того, чтобы поделиться какими-то фактами из этой трагической истории. Надо сказать, что изначально задачу перед ребятами ставили только разведыватели, поскольку понимали, что они дико-предит, они на совершеннолетние. Но ребятам очень хотелось активно участвовать и сопротивляться врагу. Поэтому многие акции, которые были не согласованы, по этой причине ребятам, если это очень трагический факт проезды, то здесь мне, так сказать, кажется важным, что наши дети, наши школьники не совершены. Ребяты участвовали, участвовали в сопротивлении, не страшно участвовали. Еще есть момент, есть справки, там следователи МПВД указывают фамилии людей, которые сдали детей и взрослых дестапо. Я думаю, возможно, мы могли бы подчеркнуть дополнительные факты о деятельности группы и о возможных подробностях их ареста и смерти, если бы возможно было бы запросить данные СПСБ о уголовных делах на роду тех людей, которые были арестованы. Я думаю, что она, наверное, пока еще неизвестна, есть ли она, например, секретность или нет о вашем секретаре. Ну, как, совершенно секретно. Ну, это уже, да. Потому что она, на самом деле, находилась в музее 16-го. Продолжение следует... Данная схожа по всему проекту заявления в свободное дело в отсутствии судей, ранее при общении по правой области попадаются в правой области. Показались ли слифток 2, в томе 10, на статусе 121, на 222. Свернула в томе 10, на 133 и фиша показаний в томе 10, на статусе 131. Тоня 10, на статусе 131. Тоня 10, на статусе 131. Тарчук Вячеслав Евгеньевич ответил на вопрос о помощниках ржевского мемориального прокурора. Я родился в городе Ржеве. На момент начала Великой Отечественной войны находился в городе Ржеве. Умный, что зимой 1941 года немцы собирали пленных советских солдат, раздевали их, избивали и вели вдоль реки Болги. Склады, которые в мирное время использовались для хранения хозяйственных вещей и зерна. При этом эти помещения не были предназначены для проживания, тем более зимой. В этих бараках, в складах, военно-предные, советские солдаты умирали от холодного морожения и холодного. Выбораться из этих бараков в складах было нельзя, так как немцы их забирали из терегли. Также помню, как в 1941 году немцы обходили в дома, искали в лесомольцах и партизанах. Всех, кого им удавалось найти, они вели в берегу Болги и расстреливали. На советской площади в городе Ржеве стоял памятник Ленину, который протягивал руку вперед. Немцы для устрашения советского населения повесили на руке Ленина одного из найденных партизан с старточкой на груди с немецкими словами. Объяснение Смирнова и Лима Ивановна, 14 января 1930 года рождения. Данное 30 марта 1916 года, потому что буржескому району прокурора. Я родилась в деревне Деньги, на Ржевском районе. В 1941 году немцы приехали в мотоцикл в деревне Деньги, помню, как у нашей семьи отец, мать, два, братья, две сестры, немцы отбирали еду, не оставляли нам ничего из пищи. Выселяли мирное население в домах под ванну. Помню, как мать весело воспрекла хлеб, чтобы накормить нас, четырех детей. Немцы торглись в дом и искали хлеб, чтобы забрать. Молили мирное население голодом, в том числе детей. Также помню, как немцы отбирали у нас скотину, хотели забрать отцу. Моя бабушка Леселова не давала их делать. За это немцы хотели ее расстрелять. Поставили к стенке, однако сельский староста смог за нее заступиться. Также помню, что у меня болел зуб, и я, короче, ребенком плакала. Немцы хотели в пати, чтобы я им не мешала, решили меня расстрелять. Но мать спрятала меня от ней. Письмени Фирсовой Елена Васильевна. От 6 ноября 1933 года рождения. Объяснение дало помощнику прокурору 30 марта 2024 года. Фирсовой Евгения Васильевна пояснила. Я родилась в деревне Малахова, Жевского района. Помню, как весной 1901 года. Я и другие ученики шли в школу на уроки. В этот момент в нашу сторону летели немецкие самолеты. Мы, будучи из них, в обознательности смотрели на них. Вдруг они открыли по нам огонь из пулеметов. Мы начали бежать в разные стороны. Немецкие самолеты прожили над нами. Один ученик был убит в результате этого. После нашего Теяна Малахова, Жевского района, приехали немецкие солдаты. Мирное население было расстелено немцами под вагу, амбаром. Кроме этого, все продукты, скотина, теплые одежды были убиты немцами. В то время ездило нечего. Зимой 1942 года в нашу деревню Малахова пришли советские солдаты и освободили деревню. При этом в доме моей семьи, в центре дерева Малахова, был организован госпиталь. Санчасти ранних советских солдат и вернули население. В дальнейшем госпиталь был перенесен в здание школы. Позже зимой 1942 года в деревню Малахова мы приехали немцы, которые знали, где находится госпиталь. И расстреляли ранних и врачей. А здание госпиталь, а санчасти взорвали. После этого в конце 1942 года немцы повели все мирное население деревни Малахова в деревню Боржевского района, где я немцами был устроен конус лагерь. Поскольку я на тот момент была ребенком, работа меня не заставляли. Но взрослое мирное население сгоняли немцами на работы. При этом нас расстелили в амбарах, в которых зимой было тяжело жить. Не кормили, больных не лечили. Многие в то время умирали от голода, голода и истощения. Уважаемый суд, многочисленными актами обладеяния подтверждается факт о насилии фашистов на территории Боржевского района. Прошу следовать. Том 4, если дело 103, то 25 и 28. Прошу следовать. Продолжение следует... 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 изверстие замученных немецко-фашистскими и извертых советских граждан, трубки которых оставлены в герне, неизвестные, в различных положениях раздетые, окровавленные, безображенные, но неузнаваемости, опознанные в числе этих граждан Соловьева и Ирина Васильевна, которые отрезаны губы и медь, полевая рана в области левого глаза, Андрей Иванович Немышев, который в нескольких местах проколат, то в нескольких местах штуковой голова. Часовой мастер по национальности, еврей, фамилия неустановленная, с администрированной раны в области, затылка. Жена часового мастера фамилия неустановлена. С полевым сквозным отверстием в голову. Мужчина в возрасте 30 лет, лечность неустановлена, имеется полевая рана в области левого глаза, язык и куша. Мужчина в возрасте около 32 лет, лечность неустановлена. Правую по отрезанности, не имеется в должности кровоподтёков и раны. Последние дворы мужчин указали Соловьёвой партизаны, которые в конце февраля 1943 года приходили в дом в ночное время. находились в квартире Соловьёвой. Были обнаружены мельцами и победили вместе Соловьёвой. И дом наружения допроса была неизвестна. В одиннадцать часов Идутся составляться до просьб свидетелей специалиста посредственного видеоконференц-связи. Ржевским судом устанавливается видеоконференц-связь. Соловьёвой партизанц-связь. Соловьёвой партизанц-связь. Вы нас слышите? Хорошо видно и слышно. Скажите, пожалуйста, кто нам помогает оказывать содействие организации для конференц-связи? Еще раз. Асиста Андреева, Жевский городской суд. Елена Викторовна, скажите, явился свидетель Маркина? Свидетель Маркина явилась. Мы не видим ее. Пройдите, пожалуйста, за стоечку. Скажите, личность свидетеля установлена? Личность свидетеля. Назовите правильное свое фамилию и отчество. Фамилию и отчество правильное. Когда родились? В Коврине Московской области. Личность установлена по паспорту. Хорошо. Переходим к вопросу свидетеля. Маргарита Ивановна, вы нас хорошо слышите? Здравствуйте. Вам слышно? Вас судья будет спрашивать? Вы, наверное, вопросы судили? Я не знаю. Будет я. Я даже обороты приеду. Не успокойтесь. Маргарита Ивановна, слышите? Я слышу. Хорошо. Хорошо. Маргарита Ивановна, суд вас будет допрашивать в качестве свидетеля по гражданскому делу по заявлению прокурора Тверской области в установлении юридического факта геноцида, совершенного немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Скажите, пожалуйста, вы знаете кого-либо из участвующих в деле лиц? Прокурора, либо правительства? Я бы честно слышу. Сейчас одну минуту. Очень помоги, микрофон. Елена Викторовна, пожалуйста, повторяйте вопросы свидетелю, если плохо слышно. Маргарита Ивановна, а это прокурор Тверской области, правительство Тверской области. Знакомы ли вы, состоите в дружеских, родственных, служебных отношениях или нет? Нет. Состоите вы дружеские отношения, специальные, правительство с прокурором, знакомые. Нет? Давайте я все порадую. Попробуйте. С кем-либо знакомым в дружеских приглашениях. Состоите с прокурором, правительством Тверской области. Вы меня слушаете. Здравствуйте. 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 Вас слышите? Вы с прокурором, сейчас очень дели, с правительством Тверской области. Знакомы ли вы? Нет. Нет, не состоит из законов. Маргарита Ивановна, суд вас предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, дачу заведомо ложных показаний, разъясняет вам право не свидетельствовать против себя супруга близких родственников. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за нашу заведомо ложных показаний, за разъясняет показаний. Вы были под ним в подписчике, что ваша подвеска есть, которая будет свидетельствовать о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности за нашу заведомо ложных показаний. Понятно? Понятно. Подвеска одобрена. Спасибо. Прокурор может задать вопросы, свидетель. Маргарита Ивановна, добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая информация и от кого вам известно о злодеяниях, которые происходили на территории Джевского района в период оккупации в Калининской области немецко-фашистскими захватчиками? У меня отчим, не отчим, Павел Николай Георгиевич. Рождение 1 октября 1921 года. Прошел войну 1941 года по 1944 год. И он рассказал судьбу себе у брата родного младшего. И рассказывает, да? Да, да, да. Значит, Павел, младший брат, ему было в то время 16 лет, в 43-м году. Была зима. А, жили они в деревне Горинга, Калининская область. Раньше была часть Тверска лет. Черторинский район. Значит, кончил с матерью. Потому что отец погиб тоже на войне. И у них в деревне в лесу жили там, ну не жили, были партизаны. И он был связным туда-сюда. И однажды он пришел домой. И соседка на него донесла. Хотя в этой деревне стояли немцы. Они его, ну, каймали, взяли, избыли, раздели. И собрали всю деревню. И расстреляли на глазах всей деревни у скотного двора. На глазах у матери. И даже не разрешили убрать труп до тех пор, пока сошел с ним. Вот он лежал там. Вот это мне рассказывал отец. Такая стульба. А что еще он вам рассказывал? Что еще он вам рассказывал, может быть? Ну, что рассказывал. Значит, дедушка. Павлов Егор. Ему уже было за 50 лет. Его взяли в обвоз. Подвозить оружие вот туда, на Визинское направление. И, видимо, нам какое-то прямое попадание или что. Его не нашли. Он читал все действия в Степропавке. Теперь его нашли. Замечен книгу памяти. Статистской областью. И замечен список. И солдат. Маргарита Ивановна, а вот когда немцы оккупировали деревню, может быть, что-то еще рассказывали? Как они к мирному населению относились? Где они жили, население? Судья спрашивает. Что вам известно об обстоятельствах? Когда немцы оккупировали деревню, как они себя били? Где жили? Как относились к мирному населению? То есть, значит, с мирным населением. Населением не выгнали из дома. Ну и кто? Земляных, кто в подвала, кто как может. Они жили по дому. Издевались, конечно. Воровали продукты тел у населения. То есть, продукты отбирали, тёплую одежду отбирали. То есть, разума была. Продукты отбирали, тёплую одежду отбирали. Продукты отбирали, издевали, издевали. Знаете, так. Вот этот факт, что вот этот дядь вот так, 16 лет, он мог было паршик парня называть. Спасибо. Большие вопросы. У правительства есть вопросы? Нет, пожалуйста. Спасибо, Маргарита Ивановна. Нет к вам больше вопросов. Допрос свидетелей окончен. Просим подписку свидетелей. Направьтесь, пожалуйста, в наш адрес. Обязательно. Спасибо. Подписку отправим в ваш адрес. Может быть, мы свободны. Спасибо. Спасибо вам, да. Извините, что... Не надо... Специалист готов, да? Специалист явился в судебное заседание? Специалист. Да. Специалист явился. Драмова Наталья Георгиевна. Драмова Наталья Георгиевна. Секретарь общественного совета по туризму и администрации Ижевского муниципального округа. Наталья Георгиевна. Наталья Георгиевна. Наталья Георгиевна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какая информация и какую информацию вы обладаете, которая касается времени оккупации немецко-фашистскими захватчиками города Ржева и Ржевского района? Мне по роду деятельности приходится работать в архивах, в музеях, изучать исторические источники, фотографии и в том числе касательно периода Великой Отечественной войны оккупация Ржева немецко-фашистскими захватчиками. Уже 17 месяцев находился в оккупации и было истреблено практически все население города, которое оставалось на момент начала оккупации с 14 октября 1941 года по 3 марта 1943 года. Немцы не щадили ни старых, ни малых, они не испытывали ни малейшей жалости, убивая старика, ребенка, женщину. После освобождения Ржева были составлены около 114 актов о злодеяниях фашистов на оккупированной территории. Без ужаса читать их содержание невозможно. То есть легко могли убить 7-месячного ребенка, глумились над женщинами, отнимали теплые вещи, выгоняли людей из дома, исповедовали теорию выжженной земли. То есть в них были специальные бранд-дивизионы, которые сжигали деревянные постройки, выгоняя людей на улицу, выгоняли рабство, и выбор у мирного населения был небольшой. Либо рабство, либо смерть. Веселицы стояли на площадях повешенных, не разрешали снимать, не разрешали хоронить людей. В оккупации оставалось около 20-ти тысяч на начало октября 41-го года, а к 3-му марта оставалось около 300 человек, 248 из которых были заперты и заминированы в Покорской старообрядческой церкви. Церковь была подготовлена к уничтожению и трое суток люди там провели в ожидании смерти. У них не было ни еды, ни воды. Они вынуждены были собирать снег и топить его на кострах, которые жгли внутри храма, чтобы напоить людей. Ничего другого не было. Вот это злодеяние, оно не состоялось, потому что Красная Армия уже плотную подходила к Жеву и немцы в страхе убежали. Все эти акты были составлены непосредственно в 43-м году, были составлены документы в 47-м году, когда немцы еще находились у нас в плену. На территории города у нас было около 100 пленных немцев и они давали показания о злодеяниях, которые они совершали на нашей земле. По плану немецкого командования ОС предполагалось уничтожить 30 миллионов русских на амбукированных территориях. Русскими они называли всех. Не обязательно это должны были быть славяне. там могли быть люди разных национальностей, все они поддержали уничтожению. Какие конкретно факты из этих актов, которые вы обозначили, можно сейчас огласить суду? Я могу огласить акт от 12 марта 43-го года. С целью ограбления были расстреляны во время сна семья железнодорожника Хромцовского из пяти человек. За неповиновение выйти из квартиры и идти в Покровскую церковь были расстреляны больные, не способные ходить от истощения. Петров, семидесяти лет, Тиманкова, шестидесяти лет, Орехева, шестидесяти пяти лет, Шижилкина, шестидесяти семи лет, семья Ивановых из трех человек и ряд других граждан. В акте от 16 марта 43-го года обнаружено три трупа в доме номер 32 по Привозской улице. Опознан труп богачей Олимпиады Яковлевны, инженера отдела материально-технического снабжения и управления по имениской железной дороги и ее дочери 14-15 лет. Один труп женщины неопознан. Все три трупа имеют пулевые ранения и по нескольку ран. Богача Олимпиада Яковлевна имеет два пулевых ранения в грудь, ее дочь пулевое ранение в голову и третья неопознанная женщина имеет несколько ранений в жулу, перелом черепа, вещи разграблены, трупы брошены раздетыми и разлутыми. В центре 116-го квартала между улицами коммуны Декабристов, Жевской и Смольной на огороде в яме были обнаружены восемь трупов замученных советских граждан. Трупы оставлены в яме незарытыми в различных положениях, раздетые в нижнем белье, окровавленные, обезображенные. В акте 20 марта 43-го года следует, что на улице Воровского и Лесной были обнаружены 24 трупа гражданского населения, сверхски замученных и расстрелянных. В семье Созоновых из пяти человек, включая семимесячного мальчика, у него пулевое ранение в правый висок с выходом в левый. Три члена семьи Красавиных, Прокофьева, три члена семьи Бурлаковых, мать Антонина, 35 лет, дочь Ане, 8 лет, дочь Евфалия, 5-6 лет. Установить, чем невозможно, ввиду обезображенности. В доме номер 47 по улице Воровского обнаружено 12 трупов, в том числе трое мужчин, четверо женщин и от детей. Трупы сильно обезображены от заброса в окно гранаты и со слов граждан установили, что оказались уходить из дома с немецкими фашистами. Оккупанты тумились и над святынями. У немцев были специальные вранд-подразделения, которые уничтожали, сжигали все при отступлении. Национальный архив Республики Беларусь. Протокол допроса бывшего военнослужащего 6-й пехотной дивизии Йозефа Тенни 5-го мая 1947-го года. Я лично обстрелял и сжег при помощи выстрелов из коротки на 7 домов. Наш 4-й взвод продолжал отступать дальше, а мы, оставленные для уничтожения этой деревни, 9 солдат после произведенных поджогов собрали оставшиеся в деревне 250 человек мирных жителей. Их угнали пешком при сильном морозе и курке в штаб полка. Что с ними было далее, не знаю. Перед поджогом деревни нами была разграблена. Было взято 150 коров, 50 свиней, 30 овец, 50 кур, 150 центнеров овса. Я лично отобрал 25 коров, 15 свиней, 10 кур, 15 центнеров овса. Все это мы доставили в штаб нашего 18-го полка. Из этой деревни я собрал 50 человек мирных жителей, которых вместе с 8 солдатами в числе 250 человек доставили в штаб полка. Я вместе с 8 солдатами сжег 25 домов спичками. В соломенную крышу втыкал горящую спичку, таким образом сжег. 45 домов из этой деревни мы сожгли путем обстрела из карабина. Из допроса жительницы сожженной деревни Шаламова Калининой. Она говорит, что у прибытия Шаламова был полностью немцами отобран весь скот, который имелся в деревне. Птица разорили колоды с ульями. С 10 октября 1942 года начался угон населения из деревни Шаламова в немецкое рабство. В первую очередь забирали семейных, потом молодежь. В январе 1943 года их последнюю партию гоняли в момент отступления из Ржева на Сычевку. Остались больные старики и дети, не более 20 человек. В конце февраля 1943 года в нашу деревню Шаламова прибыл с какой-то бляхой на груди немец. А после того, через несколько минут по домам стали ходить и выгонять население. Когда народ был собран полностью, то под конвоем погнали в сторону Осуя. Народ шел. Кто ребят-малышей тащил на самочку, кто нес на руках. Людей выгоняли солдаты, которые стояли в деревне Шаламова. Откуда приходил распоряжение, не знаю. Но в нашей деревне стоял какой-то гадиман среднего роста, лет 50, толстый, пландин седой. С этой же партией население выгоняли из других деревень сельсовета. Были ли поджоги? Да, были. 12 августа 1942 года в деревне Шаламова подожгли 20 домов. И в марте месяце 2 или 1 сожгли 8 домов. Это было при отступлении. Всего было уничтожено аж 70 домов. А население было лопано в Германию. В деревне Ульянова тоже были сожжены дома. Но сколько не знаю. Это была часть документов. Известно ли вам что-либо об организации лагеря для военнопленных и для населения на территории Ржевского района? Расконвоировали пленных, чтобы они могли ходить по городу и искать хоть какое-то пропитание. В стоне лагеря военнопленных слышала вся округа. Смертность лагеря, особенно в зиму 1942 года, достигала 30 человек в сутки. Сейчас на кладбище старообрядческом есть 2 большие братские могилы. Сколько в них находится останков пленных, никто не знает. Всех погибших немцы стаскивали в рвы, которые были вырыты по периметру. Слегка присыпали землей. Очень высокая смертность была в лагере. Наталья Георгиевна, вот вы назвали цифру. 114 актов было составлено после деяния. А с чем связана такая большая цифра? На конец оккупации, когда Красная армия вошла в Аржев, в городе практически не оставалось населения. И постепенно осматривали руины, пепелища. Возвращался город к мирной жизни. И то там и здесь находили останки погибших. И сразу составляли акты. Было создано несколько комиссий, которые работали в разных частях города. У каждого были свои участки, по которым составлялись акты возлоделения. 14 актов хранятся в нашем Жевском проявительском музее. Наталья Георгиевна, а можете привести окончательный цикл по всем этим актам, возлоделениям? По ущербу погибшим, по умному рабству. Есть такая информация? По ущербу погибшим, такой обобщенный, был составлен комиссией, по чрезвычайной государственной комиссии, по председательству Николая Михайловича Шверника. Она работала во Ржеве 9-10 марта 1943 года. Она оценила полный ущерб, причиненный и Ржеву, и Ржевскому району, полтора миллиарда рублей. Было уничтожено в районе более 300 деревень 7 742 дома. На территории города Ржева было уничтожено из 5 443 домов, уцелело только 297 домов. И общий ущерб, причиненный городу Ржеву, 625 миллионов 893 тысячи 914 рублей 47 копеек. Остальной ущерб, это ущерб, причиненный району. Наталья Георгиевна, вот эта информация, которую вы довезли до суда, это только информация из актов, или какая-то еще информация была исследована? Исследовались показания людей, в частности, тех, которые были заминированы в Покровской церкви. В частности, вот я общалась со Смотровой Галиной Кузьменичной, она там 8-летней девочкой задержалась вместе с мамой. Я знала заминированных в этой церкви Симонову, Епросинью Васильевну и Августу Яковлевну, но они уже умерли. Вот сейчас жива одна, Шаровая Ирина Федоровна, которая пережила оккупацию Ржевой, тоже вместе с близкими находилась в этой церкви. Исследовались фотографии, которые находились у нас и в архиве, и в музее. Это все в совокупности дает представление о периоде оккупации Ржева. Спасибо, Наталья Георгиевна. Есть вопросы по специалисту? Спасибо, Наталья Георгиевна. Нет больше вам вопросов. Спасибо, я закончу. Мы остановились на стадии исследования материала Казахстана. Материала дела в том 4. Это было исследование? Да, уважаемый высокий предполагатель, я продолжу исследование исследований, исследований, подтверждающих факт на насилие фашистов на территории Ижевского района. Прошу огласить документы, находящиеся в томе 3, в томе 71, и в томе 8, в томе 61, 61. Том 3, в томе 71. Отдельный факт известно, что ученые немецко-фашистов на территории Калининской области, оформленные актами и специальными показаниями и документами. В Баджорской районной комиссии установлены на 3 дома по улице Саваровского и Лесной, обнаружены на 24 трупы гражданского населения, зверски замужем и расстреливали фашистскими полночами. В доме 43 по улице Саваровского, обнаружены трупы, которые биты гранатами. Это те факты, о которых как раз говорил специалист. По улице Лесная, в доме номер 4, найдены 3 трупа. Мать Антонина, 35 лет, дочь Анне, 8 лет, и чекпали в большинстве. В доме номер 47 по улице Саваровского обнаружены 12 трупов мужчин, женщин и детей. Сильное обзаживание, как запросы, вот на гранатах. 8. Исдела 61. Отношение города Ржева. Исправки о крушениях, известных произведенных немецко-порожеских захватчиков за время оккупации. За время оккупации города Ржева немецкими войсками город Ржев полностью разрушен и сошел. Ни одного улица Ельшева каменного здания. Сохранились здесь лишь несколько деревянных домов в Лавовской части города. Перед отступлением немцы взорвали все железнодорожные сооружения на станции Ржев-1. На станции Ржев-1 было точно такое же положение. Разрушены здания вокзала, школа, клуб, детский сад, здания фабрики Кухни, железнодорожных политоинников и все другие служебно-производственные жилые здания. Кроме того, в городе разрушены и сожжены наиболее важные промышленно-культурно-бытовые зрелищные и иные предприятия. Целый город представляет собой сплошные развалины. На ней приводится факт изверстия. После освобождения города Ржева в центре квартала номер 116, находившейся между улиц коммунодекабриста Ржевской, Сомойной, на огороде в яме обнаружены 8 тонн замученных советских граждан. На улице Смойная, дома 56, обнаружены два тропа зверских замученных перестрелок немецких солдатных советских граждан. 16 марта в центре города Ржева обнаружены без ухода замученных немцев советских граждан. Здесь приведены документы, которые обладают в перевозке справки. Ржевский район. По Ржевскому району приведены факты разрушения. При отступлительные немцы разрушили населенный клуб, коммунировали эти отходы, убивали жители, отказывающиеся от эвакуации немецких граждан. В деревне Афанасово почти все дома были заменированы на недвижимость для медленного действия. Через несколько часов после отхода немцев 11 домов этой деревни взорвались. В деревне Муравьево немцами разрушено сожжено 20-х годов. Кавкозников, школы, сельсовет, клуб. При отходе из деревни немцы заминировали не только дороги и дома, но и домашние вещи. В деревне Толстяково и в 120 домов немцами разрушено сожжено 60 домов. В деревне Старцево и Перенчево сожжено целиком. В деревне Хорошево из 77 домов разрушено 30. В Бришкинском системе состоять и немцы при отступлении из 8 населенных пунктов совершенно уничтожили 6 деревень. В деревне Ересово из 11 до 8 сожжено. В деревне Грехово немцы сожжено 16 домов. Из 146 человек живыми остались только 65. Остальные умерли от голода и болезней. Но приведены факты зверств. Во всех деревнях Афанасовского сельсовета в село трудоспособное население за две недели до наступления была угнана немцами по направлению к Сычоке и Смоленску. В деревне Кочерова Афанасовского сельсовета в феврале месяце была изнасилована на глазах у двух детей. Кокузнеца Кузьмина впоследствии убедена, а двое детей остались беспризорными. В 5-6 февраля в деревне Афанасова немцы расстреляли 6 человек мирных местных жителей. Немцы ворвались в блиндажи и всех, в том числе и детей, расстреляли. В один из них немцы забросали гранатами. И если оставались в живых, убегали в блиндажи немцы, их расстреливали. Из одного блиндажа немцы вывели 28 человек и все они были расстреляны. За исключением Виктева Ивана Осиповича, которого немцы отпустили, расстреляв при нем его 15-летний сын Анатолий. Все оставшиеся в живых населения деревни Анатолий и Немцы узнали свой тыл. И при отступлении из деревни заминировали все дома. В мае месяце 1942 года около деревни Рыково, Лебедевского сельсовета, были найдены два убитых немецких солдата, в связи с чем мужское население окружающих деревень было арестовано. Из числа арестованных немцы выбрали троих заложников, Иванова и Ивана Евграфича, бригадир колхоза, Ивана Ивана Григорьевича, факториста Кутина и Ивана Васильевича, рядовой колхозник, которых приговорили к повешению. В деревне Слободка, Лебедевского сельсовета, немцы повесили горелого Ивана Константиновича за то, что он заявил на медскую солдату, отбиравшему имущество, что это грабеж. За малейшее нарушение установленного режима местное население подвергалось истязаниям и пыткам. В деревне Константиновича была задержана женщина, фамилия не установлена, без пропуска и избита до потери сознания. В деревне Казакова расстреляли партизана, учителя Курочкина Ивана Николаевича, который не имел никакой связи с партизанами. В деревне Клетнево был повешен колхозник Зайца за подозрение по кражу. Расстрелял колхозник Михайлов за то, что ходил в деревне Красноармейской Шинели. В деревне Немцево с февраля по мая 1942 года все взрослое население на ночь сгонялось в один дом и находилось по однохранной немецких часовой. В феврале из деревни Немцево ушли на сторону Красной Армии четыре колхозника и их родственников. Их родственники Жигалин Осип 40 лет, Жигалин Муре 40 лет, Екатерина 20 лет, Голосов и Петров, память 50 лет, его жена, были арестованы, закрыты в сарае и через сутки расстреляны. Сарай с руководами расстреляны, сожжены. Рыбка о зверствах немецких фашистских захватчиков в период оккупации города Ржева. Составленный исполнительным комитетом Ржевского городского совета депутатов трудящихся. Начаток 5 марта 1943 года. Закончено 20 октября 1943 года. Прибудутся данные акты. Акт 20 октября 1943 года. В период оккупации города Ржева. С 14 и 15 октября 1941 года по 3 марта 1943 года. Немецко-фашистские захватчики совершили неслыханное преступное поводеяние над мирными жителями города Ржева. По приказам командующих 4-й германской армии, офицеры и солдаты германских воинских частей пытали в руковые глаза отрезать у Кушина и все убивали у женщин, детей и стариков. Путем чудовищных истязаний и путок. Под угрозой расстрела. За неповиновение германским властям. Далеко по неполным данным. Около 10 тысяч жителей города Ржева были угнаны на каторжную работу в Германии. Престарелые волиные женщины, дети и старики, которые не могли двигаться вместе со всеми, были расстреляны на месте фашистскими бандитами. Тысячи мирных, еще не военных стариков, детей, женщин и мужчин были замучены и расстреляны за отказ следователем немецкой рабства. Выше дело, производитель делами на плен Ржевского городского права, подтвердил, что в Ржевском концлагере было расстреляно замученное погибло от голода и болезни около 9 тысяч советских граждан. К стилю массового истребления советских граждан немецкие бандиты установили десятки висеть в городе на советской площади на улице Смольной, коммуны по Ленинградскому шоссе по району Неворочного вокзала и 5 других мест. Кроме установленных виселев, фашисты вешали мирных жителей на телеграфных столбах, воротах и заборах. На северной площади, в центре города, где раньше был установлен Пан Пик Ленин, по приказу командующего 27-м армейским корпусом, была установлена виселевская, на которой повесили десятки мирных граждан. Приведены фамилии некоторых граждан. Летом, в 1942 году, фашистами были схвачены 12 мужчин с подозрением как партизанами. Из них трое молодых людей у Великов и Ленинградскому были публично повешены на советской площади. Остальных фашисты замучили и расстреляли. При январе месте на Смольной по улице были повешены те молодые женщины, фамилии которых не установлены. Еще в первые дни занятий города Ржева фашистами были расстреляны 16 человек советских граждан, в том числе адвокат Митамус, работник на часах на фабрике Винограда, директор Ржевского на законе Лунегина, фамилии других не установлены. Граждан Румянцева утверждает, что в ноябре месяца 1941 года на лицепротряда немецкие избеги расстреляли 50 человек мирных жителей города, которых схватили в качестве заблужденных за порезно-немецкое связь и неизвестными людьми. В первых числах января 1943 года фашисты публично расстреляли члены партии Попова, 38-летние мужины Попова и девушку Морозову. Летом в 1904 году в городе фашисты арестовали 38 человек, евреев, в том числе женщин, детей с трех порт, и около авиапорта поле расстреляли. Далее приведены факты, которые излагаются в предыдущем исследовании документов. В районе бывшего здания тюрьмы ярмарку от дороги были обнаружены три труда мужчин. Иванова Константин, 37 лет, полагившего от штыковых ран, нанесенный в голову, в рот, живот. Труцкого Федора Улевовича, на трубах которого обнаружено 12 ран, срезана камера в правой стороне лица и вырезана часть ладони правой руки. Винограды Тимофея Муркиновича, в 1904 году, на трубах которого обнаружены штыковые раны на груди и срезана вся ткань лица. Не ограничиваясь одними с надеяниями над жителями, фашисты уничтожили все культурно-социальные учреждения города, все, что было создано руками советских граждан. В городе Ржев немецкие компоненты превратили в груду развалина. Из шести тысяч зданий осталось только 297 случайно уцелевших домов. Также в прошествии разрушились два драматических театра, кинотеатр, краеведческий музей, дом пионеров, центральный библиотип, шестьдесят тысячных книг, более десяти книг, 21 школ, 21 детский сад и другие здания. Разрушен весь железнодорожный озеро, паровозный вагонный электрон, два вокзала. Приведено в неподность железнодорожное хозяйство, подвижной состав, оборудование промышленных предприятий вывезено в Германию. Сожжены и разрушены корпуса завода, номер 307, и в заводе спиртзавода, и в заводе маслезавода, и в других заводах. Немцы взорвали четыре моста через голову, из них два железных остальные переправы. Вырубили мечту для всех садов и партий, до последнего дерева. Акт о зверствах и местах фашистских оккупантов в 1941-1943 годах был одержен. Акт от 10 марта 1944 года по городу Ржеву составлен комиссией, в котором указано, что судьба города Ржеву был почти полностью уничтожен. Судьба его населения в большей части не изнесла. Из более чем 5300 водоносов выполнилось только 297 потребующих картами ремонта. Из 65 тысяч жителей города в мае и июне 1941 года после освобождения зарегистрировано было только 200 человек. И из-за этого установить причиненные ущерб население Ржева на основе индивидуальных актов в списках не представляется возможным. проведен список уничтоженного и поврежденного имущества с указанием суммы причиненным ущерком. В результате разрушения зданий, уничтожения сельскохозяйственных объектов, скота, приведена стоимость имущества на общую сумму более 200 миллионов рублей. Акт от 12 марта 1943 года составил комиссии по городу Ржеву, в котором приводятся контрольные по городу Ржеву, Описание зверств немецко-фашистских захватчиков возлагает те факты о том, что на центральной площади города, где был установлен памятник Ленина, была установлена меселица, на которой были повешены десятки мирных граждан. Более дни, когда вешали по 7-8 человек. За неповиновение малейшие подвергались растребу местных жителей. В день освобождения города Ржава, в городе оставалось 200 человек, измученных истязаниями и волными. Многие из оставшихся лишены трудоспособностей и предыдущими инвалидами. В городе нет ни одного строения, которым нужно было бы использовать без капитальных зажат на восстановление. Полностью были разрушены культурные и все культурные утверждения города. Заправка в отдельных злодеяниях немецко-фашистских захватчиков за время оккупации по городу Ржаву и Ржавскому району. По городу Ржаву, опять-таки, приводится фактор разрушений. За время оккупации город был полностью разрушен и сожжен. Не сохранилось ни одного каменного здания. Перед вступлением были взорваны все шелезнодорожные сооружения. На станции Ржав-1 и Ржав-2 разрушены предприятия. В целом, город представляет собой сплошную развалину. Приведены факты зверств немецко-фашистских захватчиков, которые установлены после освобождения города Ржава. Они также воспроизведены ряд фактов, которые зафиксированы ранее исследованием документов. В частности, в центре квартала, у нас 116, где обнаружено вдруг погибших советских граждан. По Ржавскому району при отступлении немцы разрушили населенные пункты, минировали пути отхода, убивали жителей, отказывавшихся эрекуироваться в немецкий тым. В деревне Афанасово почти все дома заминированы. В деревне Муравьево разрушено и сожжено 22 дома. В колхозниках школы сельсоветку приводится также по другим деревням Ржавского района, которые были полностью и частично сожжены и разрушены. В деревне Панино немцы при отступлении взорвали церковь, в которой у них была конюшня. Приведены факты зверства, также изложены в других больных преследовательных судов. Приведены факты зверств, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории города Ржава. Ржавского района выполнены актуальными средствами, показаниями и другими документами, поставленными ответственным секретарем областной комиссии. Помимо ранее сложных фактов, в данной справке излагаются Ржавской городской комиссии в городе Ржаве установлено. В летом 1902 года фашистами были схвачены 12 человек. Мужчины подозрены в партизанских действиях. Из них трое были повышены на Советской площади. Остальные были замучены. Ржавская городская комиссия установила показания свидетелей от человека, что за время оккупации города, далеко по неполным данным, около 10 тысяч жителей города были угнаны на каторжные работы в Германии. Престарелые, больные, женщины, дети, старики, которые не могли двигаться вместе со всеми, были расстреляны на месте фашистскими захватчиками. Всего он был расстрелян свыше 2000 мирных граждан. Установлены факты убийства служителей церкви, разрушения и повреждения знаний берегового культа. Комиссия установлена. Фашисты разрушили в городе 22 церкви и 7 часов. Из них Успенский собор, Варваринскую, Екатерининскую, Рождественскую, Ленинскую, Смоленскую, Казанскую церкви. А Покровскую церковь разграбили и везли все находящиеся в них ценности. В церкви немцы устроили казан для солдат. Священника Попова Андрея расстреляли. 30 июля 1442 года. Приведены рассказы детей, учеников младших классов о зверствах и издевательствах над местным населением военных пленами. Описание «Дети умерли от города». А расправы фашистов, очевидцы, на которые выгодны дети. Объездевательства предвоенных пленами. Справка о некоторых экономических показателях по городу Ржеву и Ржевскому району до Великой Отечественной войны и что уничтожено в период войны. По материалам архива. За период оккупации обновлено немецкий тыр из города Ржева 10 тысяч человек, из района 4094 человека. В городе Ржев в период оккупации было несколько жителей, поверивших на более 100 человек. До войны было население на 1 января 1941 года в городе Ржев в 56 810 человек. Осталось после войны на 1 января 1944 года 5457 человек. В Ржевском районе на 1 января 1941 года было 67 тысяч человек, на 1 января 1944 года 25 513 человек. После освобождения района осталось в районе 41 лошадь, несколько головок на вырогатого скота и ни одной свиньи, ровец и птицы. Убытки от немецкой оккупации жилого в городе Ржева составили 485 миллионов 200 тысяч рублей. На 1 июля 1943 года в районе значило 207 колхозов, а до войны с количеством дорог-колхозников 8 144. А до войны было 12 423 колхозов. Приведены данные о ущербе, нанесенных в хозяйство района за период оккупации. Совершенно стерто с лица земли 96 населенных пунктов. В районе не осталось ни одного населенного пункта, который бы не пострадал от разрушений. Приводится количество уничтоженных, разрушенных домов, клубов, читалин, школ, библиотек, больниц, колхозных домов, машино-тракторных станций, садхозов, мельниц, аптеков. Приводится количество разграбленного и уничтоженного крупного рогатого скота, овец и нового скота. Приводятся факты зверства и издевательства на местном населении. Применение массовых расстрелов населения. В деревне Афанасово-Афанасовского сельсовета было расстреляно в один день 66 женщин, стариков и детей. Трупы расстреляны через три недели после расстрела были спасены в деревне Афанасово и сожжены на костре. Всего в этом сельсовете в период оккупации было расстреляно 176 человек. В деревне Брехово-Афанасовского сельсовета за два месяца, 1943 года, январь-февраль, умерло от голода 400 человек. В деревне Бурмасо-Афанасовского сельсовета умерло 500 человек. В село в районе расстреляно и повышено 463 человека. Мирного населения умерло от голода и болезни перед оккупацией 2449 человек. Угленно в немецкое рабство 5190 человек. Уважаемый суд, за время оккупации в коллективе области убиты и замыкшены, погибло от голода и инфекционных болезней, а также угловлено в немецкое рабство 64651 человек. Прошу исследовать документы, ожидающие данные сведения. Тон 10, листы дела 95, 116. Тон 10, листы дела 95. Материалом и с докладом заседания чрезвычайной государственной комиссии. Минецко-фашистские закончики вторглись на территорию Калининской области в начале июля 1941 года. И выгнаны из-за предела области в конце июля 1944 года. Оккупацией подвергся 41 район из 69 имевшихся в области и 3 города областного подчинения из 7. В областной комиссии установила в результате своей работы по отношению ущерба и пунктов очень многих немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства. Немецко-фашистские захватчики и их сообщники в 28 районах и 3 города областного подчинения. Подвергавшихся вражеским налетом германская авиация с бомбардировкой мирных городов и других населенных пунктов, где производилась двумяственная эвакуация людей и имущества, подчиняя огромный ущерб индустрии народного хозяйства. По колхозам и общественным организациям в государственном учреждении предприятия, по которым проведен расчет ущерба, этот ущерб и убытки признаются в сумме 9 миллиардов 17 миллионов рублей. В городском хозяйстве союзово-республиканского подчинения ущерб подчинен на сумму 2 миллиарда 465 миллионов рублей. Огромный ущерб и убытки причинены к колхозам, которые составляют 5 миллиардов 233 миллиона 957 тысяч рублей. Ущерб, подчиненный в хозяйстве религиозных культов, составляет 41 миллион 992 тысяч рублей. Кроме того, огромный ущерб подчинен гражданам, прозывавшим на территории Калининской области. Он составляет 17 миллиардов 683 миллиона 381 тысяч рублей. В местном действующем выночном цене он повреждено и разрушено в строении 271 тысячи 31 строения. Из них 71 тысячи 757 жилы. Уничтожено более 540 тысяч долларов скота. Более 1 миллиона 559 тысяч тонн сельхозпродукции. 1 миллион 894 тысячи 300 тонн в книг и библиотеках и т.п. Полностью разорены 3200 колхозов. Кроме того, 3117 колхозов, не подвергавшиеся оккупации, но которые вынуждены производить эвакуацию скота и имущества, а также подвергали бомбардировку со стороны германской авиации, также понесли значительные ущербные убытки. Было разрушено и сквернено 75 православных русских церквей и 9 часов, а также 2 костюма и 1 синагога. Церковное будущее были иконы и другое имущество. В захваченных населенных пунктах издоровцы в первую очередь уничтожали здание культуры и здравоохранения, школы, музеи, библиотеки, театры. Стремились уничтожить таким образом советскую культуру и историю русского народа. В городе Калинине в административном культурно-промышленном центре области за время 2-месячного хозяйничья немецко-фашистские захватчики соргли и разрушены для более 70 предприятий. Уничтожены или повреждены все предприятия промышленности и строительства. Разрушены три масломольных завода, мощный элеватор. Городское и громадное складское хозяйство с запасами сырых и переработанных сельскохозяйственных продуктов. Выведено из строя все энергетическое хозяйство города. Огромный ущерб причинен жилищному хозяйству. В городе Калинине разрушено и приведено непригодным для жилья состоянием 7700 зданий с объемом 4880 тысяч кубических метров из 8050 имевшихся до оккупации. Разрушена и выведена из строя водопроводная сеть, трамвайное хозяйство, телеграфная и телефонная связь. Разрушены все мосты через реку Волгу и Тимакова. Разрушены три больницы, а также областная клиническая больница. Уничтожен драматический театр, театр филармонии, театр юного зрителя, кинотеатр Эрмитар. Клубы, театры, вагоностроительного завода. Разрушены срок две школы, семь детских садов, воздания детских ясель. Сожжена основная салтокомщина и областная библиотека с книжным фондом свыше 500 тысяч томов и целый ряд других библиотек. Общий ущерб причинен народному хозяйству города Калинина повышает 1,5 млрд рублей. Разрушен также железнодорожный узел. В городе уже разрушены два театра, кинотеатр, крыльевический музей, дом пионеров, центральная библиотека с 60 тысячами томов, 10 клубов, 21 школа, 21 детский сад, учительский институт, 3 техникума, фельдшерская школа, поликлиника, больничный городок, все коммунальные предприятия. Разрушены мосты через Голгу и Кадынгу. Разрушены все государственные и корпоративные предприятия города, оборудованные уничтожены и вывезены в Германию. Разрушены и освернены в городе Ржеве 22 церкви. Из занявшихся в городе 6 тысяч целых зданий ко дню освобождения осталось только 297 случайно уцелявших домов. Памятник Лиму немцы разрушили, на его месте установили миссию. Общий ущерб, подчиненный дороговому хозяйству в городе Ржеве, достигает 800 миллионов рублей. В городе Старшкин, также подчинен дороговый ущерб. Немцы сбросили на этот город по 2200 тонн угасных и зашибательных бомб, превратили его в развалины. В отдельных районах, например, Турцовском, Погорельском, Ужевском, Молодотурском, Емельяновском и других, целые сельсоветы выживали и представляют собой зону пустыни. В Погорельском районе сожжено 5307 домов, заставившихся дом купаться 7178 домов. В Ужевском районе сожжено до 6000 домов, в Молодотурском – 6150 домов, в Зубцовском – 2000 домов. В Емельяновском районе около 80% деревень сожжено. В Тургиновском – 60%, в Кировском – более 50% деревень сожжено. Уничтожали мирное население, военно-пленных, пострадниц, производились грабежи населения и издевательства населения. В захваченной части области немецко-фашистские захватчики установили для населения арабский трекласснический режим. Повсеместно применяли насилие и всеми способами истребляли советских людей, использовали их в качестве прикрытия своих частей от огня Красной Армии. Расстреливали, вешали, сжигали живых людей, не считаясь с возрастом полного. Создавали такие условия в сонном режиме, при котором люди массами умирали от холода и болезни. В результате этих действий немецко-фашистских захватчиков на территории Калининской области погибло 40 876 человек мирных граждан. Из них расстрелянное сожжено 5 772 человека, повышено 287 человек и 34 817 человек загублены в следствии в невыносимых условиях опубликационного режима, в частности от побоев, голода, отсутствия медицинской помощи, от обстрела и воздушных бомбардировок. Трудоспособное население фашистов гоняли в бомбардское рабство. Под угрозой оружия и обманом углано в рабство из Калининской области 23 775 человек. Бесчеловечно обращались к своему пленному просторницам, сбривали до смерти малейшим комбардам, не оказывали раненым больным медицинской помощи, обрекали их на смерть, расстреливали и вешали в одиночку и в квартиру. Всего на территории области гитлеровцев загубили 17 050 предсвоенных пленок, красноармейцев и командировок. Особенно в сверебствах были немцы в городах Ржей, в Калинине, в районах Ржевска, Малининска, Зубцовска, Калининска, Погорельска. Все эти преступления фашистских захватчиков установлены многочисленными свидетельствами, показаниями, актами, фотоснимками и другими документами, переданными в ЖК. Малую комиссию. Учитывая, что ряд городов областного подчинения и райцентров почти совершенно уничтожены, Как, например, в Жер, Великие Луки, Невидом, Атряково, Сележарово, Пенок, Погорелое городище, Молодой Турцкий, Мельяново и целый ряд деревень. И даже целый сельсовет в районе Левцовском, Оленинском, Калининском, Тургиновском, Старьковом, Пенском и Тургиновым. А также целые улицы и кварталы, когда это в Доржке, Калинине и Балагое, тоже полностью уничтожены. И судьба населения их подавляющему большинству неизвестна. В этих случаях отдельный исполкомный госсовет и райсовет при чрезвычайной труднительности и прямой невозможности составления индивидуальных актов, списков об ущербе. Вынуждены были оформлять этот ущерб наряду с индивидуальными актами и актовыми списками одним общерайонным обезличенным актом на основе имеющихся свидетельств и показаний заявлений пострадавших, а также на основе знаний членов авторитетной комиссии приблизительного наличия погибшего имущества и исчезнувших граждан СССР того или иного района или города. Огласная комиссия по личному разрешению ответственного секретаря чрезвычайной государственной комиссии приняла эти акты и сочла возможное участие при определении общего размера ущерб, причиненного немецкими захватчиками и гражданам СССР Калининской области. Приведена справка об итогах работы по учету ущерба, в которой приведены показатели и определена сумма, причиненного ущерба. Восстановление чрезвычайной государственной комиссии обещано подчиненным немецко-фашистскими захватчиками, гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Калининской области. В ней также приведены показатели и цифры, ранее озвучивающиеся в СССР, ущерба, причиненным немецко-фашистскими захватчиками. В частности, ущерб, причиненный гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям составляет более 24 миллиардов рублей. Документы следовало. Прошу следовать документ, полученный в Центробанке о размере ущерба, причиненного в целом Калининской области. В том, 10-й, без дела, 117 и 117. В том, 10-й, без дела, 117. Отделение двери, пираясь на статистические данные научной статьи и публикации, привело к текущему уровню цен и размеру ущерба, причиненного на главу региону за годы Великой Отечественной войны. Для расчет применялась стоимость золота, как всеочного эквивалентного доллара США за тройскую консуру. С учетом стоимости золота в долларах США, при курсе доллара США, на 1 января 2024 года, расчетный размер ущерба составил. 15 триллион 701 миллиард 805 миллионов 163 тысячи рублей. В пересчете на курс доллара по состоянию на 1 марта 2024 года, курс доллара США к российскому рублю составляет 90 рублей 84 копейки за 1 доллар. И таким образом указанные суммы вщерба состояли на 1 марта 2024 года, привалентно с 172 миллиардом 846 миллионов 847 тысяч долларов США. Стоимость золота в долларах США, стоимость золота в тройской консуру на 1923 год составляла 35 долларов США. Состояние на 1 марта 2024 года суммы, причиненного материального ущерба, эквивалентно 85 миллионов 145 тысячи рублей тройских консуру. Прошу объявить первым судебным заседанием для исследования документов, имеющихся на славу. Прошу объявить перерыв до 19-го года. Прошу объявить перерыв до 19-го года. Июня. Июня. В 10 часов. Судебное заседание провести в закрытом режиме в связи с тем, что в составе материала дела на корпусах документы с грехом секретным. Судебное заседание закрыто. Прошу объявить перерыв до 19-го года. Продолжение следует...